В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Чекисты в Джалалабаде задержали двух иностранцев, которые планировали теракты в Кыргызстане. Отмечается, что они являются гражданами одной из стран СНГ. Скрывались на территории Кыргызстана после побега из мест заключения, где отбывали в своей стране наказание за особо тяжкие преступления. По данным спецслужб, после совершения терактов иностранцы намеревались выехать в Сирию. Задержанные во двориной в изолятор продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности лиц, оказавших содействие преступникам, говорится в сообщении ГКНБ. В ГКНБ рассказали, в чем подозревается задержанный глава ОБДД Чуйской области Шейербек Бупонов. В субботу, отметим, стало известно, что его вызвали на допрос, где ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления. Сегодня пресс-центр ГКНБ сообщил, что Бупонов причастен к незаконной схеме поборов на КПП «Октелег». Как отмечается, инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали взятки от 500 до 5000 сомов у водителей, занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин. Также отмечается, что помимо начальника областного управления задержаны еще три инспектора из числа его подчиненных. В отношении пьяных дебоширов, устроивших драку с патрульными, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в управлении патрульной службы. Накануне, отметим, в соцсетях распространилось видео драки. Как рассказали позже в милиции, в ночь с минувшей субботы на воскресенье на пересечении улиц 7 апреля и Алыта Камбаева патрульные остановили автомашину «Фольксвавин Пассат». Она создавала помехи другим участникам дорожного движения. Остановив авто, сотрудники милиции почувствовали резкий запах алкоголя от водителя и пассажира. На требования предоставить документы они отреагировали агрессивно. Начали нецензурно выражаться и оказали сопротивление милиционерам. Последним пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух. Дебоширов задержали. Ими оказались мужчина 30 лет и 16-летний парень. Усмирять агрессивных парней пришлось и ссыкульским милиционерам. Как отмечается, в пятницу вечером на пульт правоохранителей поступила информация, что молодежь города Каракол и села Дюлгулот собирается на разборки. На место, где должны были встретиться конфликтующие стороны, прибыли сотрудники ОВД Каракола, патрульно-постовой службы и спецотряд быстрого реагирования ОВД области. Милиционеры провели переговоры с собравшимися. Они предупредили, что если стороны не разойдутся, то будут приняты меры в рамках закона. После проведения беседы молодежь разошлась. В ОВД области отмечают, что распространяющаяся в сети информация о том, что в городе в тот вечер произошли массовые беспорядки, не соответствует действительности. Крупный пожар в Бишкеке произошел накануне. По улице Матросова, как сообщает МЧС, загорелся цех по производству матрасов. Огнеборцы тушили огонь два часа. На месте работали три пожарных расчета. Как отмечается, полностью сгорели оборудование, матрасы и поролон, которые хранились в цехе. К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 320 квадратных метров. Причины пожара выясняются. Центр избирком призывает граждан своевременно уточнить свой регистрационный учет. В комиссии напоминают об отмене формы 2, когда избиратели могли изменить свой избирательный адрес. В ЦИКе вновь предупреждают, что проголосовать каргастанцы на референдуме и предстоящих выборах президента смогут только на тех участках, где они имеют адрес регистрации постоянного места жительства. Если адрес в паспорте не совпадает с регистрационным учетом, указанным в системе адресно-справочного бюро, граждане вправе подать заявление до 29 декабря. При этом, как отмечается, эти граждане обязаны будут пройти процедуру биометрической регистрации. В ЦИКе также добавляют, что избиратели, у кого паспорта образца 2004 года, поменявшие адрес регистрации места жительства, но при этом не обменявшие сами паспорта, могут также прийти на избирательные участки и подать заявление по форме 1. Эта форма продолжает работать. В ЦИКе напоминают, что контрольный список избирателей размещен на портале ТИЗМЕ. Количество избирателей за отчетный период составляет 3 556 864 человека. Между тем, контрольная ревизионная группа ЦИК предоставила новые сведения о движении средств избирательных фондов кандидатов в президенты. По состоянию на 25 декабря, как сообщается, претенденты на пост главы государства потратили уже более 94,5 миллионов сомов. Всего же кандидаты собрали более 104 миллионов сомов. Не стало журналиста Бейшенбека Бекешева. Накануне, как сообщается, ему стало плохо с сердцем, и он скончался. Ему был 61 год. Журналист много лет работал на государственных телеканалах. С 1988 года работал редактором и ведущим различных социальных программ. В 2009 году исполнял обязанности заместителя генерального директора телеканала ЛТР. В последнее время Бейшенбек Бекешев занимался предпринимательской деятельностью. Был владельцем магазина натуральных продуктов. Как отмечается, журналиста похоронят завтра на его малой родине в селе Балбай Тюбского района Иссык-Кульской области. Народному артисту, известному кыргызскому певцу Султану Каримову, нужна помощь. Как сообщила в соцсетях телеведущая и общественный деятель Ассоль Молдакматова, пять лет назад Султану Каримову врачи поставили диагноз «сахарный диабет», панкреатит поджелудочной железы, тяжелые формы, пиелонефрит почек, полиартрит и артроз, деформация левого коленного сустава, сердечная недостаточность, болезнь сосудов нижних конечностей». Артист стал инсулинозависимым, и ему сейчас нужна срочная операция в Турции. Молдакматова призывает неравнодушных кыргызстанцев помочь восстановить здоровье талантливого артиста. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok